Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет на день. Что же посоветует нам Таро на завтра? Что же, по мнению Таро, важно для вас знать завтра? Поиск ответа, поиск решения. И, соответственно, вы не туда смотрите. Вы ищите ответ там, где его нет. Карта говорит о том, что поверните на 180 градусов, и вы найдете ответ на ваш вопрос, вы найдете решение вашей задачи, вы найдете выход из положения, выход из ситуации, которая будет вас завтра волновать. Это, опять же, может касаться как работы, карьеры, бизнеса, так же это может касаться и межличностных отношений. А выход вы не можете найти, потому что вы слишком эмоциональны. Вы слишком много эмоций вложили в ситуацию. Вы слишком много, слишком эмоционально приняли какое-то известие, какую-то новость. И тут же судорожно начали искать выход. А пока вы не успокоились, и пока вы действительно спокойно не задали вопрос, вы не можете найти на него ответ. Помните об этом. Смотрим, что же еще посоветую. Да, вот я вам уже это сказала. Слишком эмоционально вы будете завтра, и слишком остро будете воспринимать то, что будут говорить люди. Вот, знаете, иногда бывает, что тебе что-то скажут, ты даже не обращаешь на это внимания, или, знаете, как отталкиваешь от себя, а тут получается, что все будете принимать на свой счет, все будете принимать как, что это ваше, что это вы. Мнения людей бывают разными, не всегда они сходятся с нашими. Даже мнения о нас. Знаете, как я всегда говорю, если обо мне говорят, значит, я известная. Известная. Потому что иногда мне говорят, а ты знаешь, что о тебе говорят. Я говорю, не знаю, знать не хочу. Ну, а если говорят, значит, обо мне думают, и я известный человек. Помните об этом. И даже если вам в лицо кто-то что-то сказал неприятное, не принимайте это за чистую монету. Не поддавайтесь. Вы знаете, тут еще могут быть ситуации, когда люди хотят самоутвердиться за ваш счет. Вот так это называется. И тут будут такие ситуации, когда человек, резко общаясь, резко обращаясь, и говоря что-то неприглядное, вот таким образом он внутри себя завоевывает именно как бы повышение, образно говоря. Есть люди, которые вот таким образом пытаются и забрать, это называется забрать энергию, потому что как только вы поддались реплике человека, вы потеряли энергию, соответственно энергия пошла к человеку. Поэтому не принимайте все близко к сердцу, не переживайте по любому поводу, и тогда вам будет намного легче. Давайте посмотрим, что же еще нам посоветуют карты. Вот карта советует радоваться, улыбаться, открываться, быть самим собой, быть самой собой. Это королева кубков. Она очень нежная, она очень ласковая, она открытая, она улыбчивая. И это то, что... И она всегда остается сама собой. Кстати, вот в стихии, стихия воды, кубки это стихия воды, особенно я сама рыба, и я знаю очень много рыб, рыбы, мы не можем подстраиваться. Мы прекрасно, мы гибкие в ситуациях, но мы никогда не подстраиваемся ни под кого. Мы выходим из ситуации, именно, вот знаете, я говорю, когда мы гибкие, но мы все-таки остаемся сами собой. И эта карта именно об этом и говорит. Не обращайте внимания ни на кого, ни в коем случае не поддавайтесь нападкам других людей, оставайтесь сами собой. И, кстати, отвечать на это тоже не надо. Улыбнуться, отвернуться и вперед. Кстати, еще вот эта женщина, эта женщина старше 45, светлый цвет волос, темные глаза, она, у вас встреча будет с этим, с этой женщиной. Для некоторых из вас это будет неожиданная встреча. И я вижу ярко это. А для некоторых из вас, вы сами захотите встречи с этой женщиной, потому что будет плохое настроение, она может помочь улучшить ваше настроение.